Итак, праздник Йом-Кипур. 23 глава книги Левит, 26 стих. И сказал Господь Моисею, говоря, Роша-Шана — первый день этого Нового Года. Затем 10 дней покаяния. А на 10-й день Йом-Кипур. В соответствии с этим отрывком, они должны были собрать священное собрание. Смирять свои души. Принести жертвы. Не работать. Смирять души, в основном, означает пост. Йом-Кипур — самый святой день в еврейском календаре. В этот день приходят евреи, которые даже не посещают синагогу. 16 глава книги Левит, в которой описан День Искупления. Даны все подробности об обязательных жертвоприношениях. Жертвоприношения на Йом-Кипур во искупление всего народа. Там рассказывается, как первосвященник Аарон должен принести в жертву тельца за свои грехи и за грехи своей семьи. Жертва за весь народ представлена в двух козлах. Одного козла приносят в жертву, а на второго Аарон возлагает свои руки, исповедует грехи народа и отсылает этого козла в пустыню, где он и умрет, в пустыне. Его называют козлом отпущения. Он забирает грехи народа. Затем священник входит во святое святых. Это единственный день в году, когда первосвященник мог войти туда. Это был очень важный день. И как написано в Талмуде, они привязывали красную веревку за рог козла. И когда он шел в пустыню, то эта веревка становилась белой. И это означало, что Бог принял жертву. Это также описано Исаии. «Если будут грехи ваши, как багряная, как снег, убелю». В Талмуде есть целый трактат, посвященный Йом-Кипуру, который в особых деталях описывает ритуально окружение первосвященника и какие жертвоприношения необходимо было совершить. Этот трактат называется Йома, что на арамейском звучит как Йом и означает день, день искупления. В этом ритуале мы видим, что Йошуа исполнил роль козла отпущения. Он взял на себя грехи народа и взял наши грехи, чтобы мы могли иметь праведность Бога. Он удалил наши грехи, так же, как козел забирал грехи народа. В трактате Йома описан один интересный факт, что примерно за 40 лет до разрушения храма веревка уже не становилась белой. Конечно, в этой части Талмуда не сказано, но мы можем добавить, что веревка не становилась белой, потому что за 40 лет до разрушения храма Бог дал лучшую жертву в Йошуа. Он стал нашим искуплением. Традиционно в наши дни евреи находятся в синагоге весь день искупления. Обычно проводят службу накануне вечером. Потом начинается праздник Йом-Кипур, который продолжается на следующее утро. евреи постятся в течение 24 часов, проводят весь день в синагоге, цитируют молитвы, молитвы, которые говорят об определенных грехах, и надеются, что когда они будут молиться и перечислять свои грехи, то Бог удалит их грехи. Проблема состоит в том, что в конце дня Йом-Кипур, откуда вы знаете, достаточно ли вы молились? А что, если вы что-то упустили? Как же вы узнаете, что ваши грехи отпущены? Мы знаем, в соответствии с 16 и 17 главами книги Левит, и автор послания к евреям повторяется в 10 главе, Невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. Как верующие евреи, как мессианские евреи, мы празднуем Йом-Кипур, но не с целью достижения прощения грехов, потому что мы знаем, что наши грехи прощены Йошуа. Поэтому нам не стоит беспокоиться об этом. Во-первых, это благоприятное время, как мы уже говорили ранее, позволить Богу исследовать наше сердце. Хорошее время для ходатайства, потому что, как ни в какой другой праздник в году, евреи по всему миру думают о духовном, о своих взаимоотношениях с Богом. Поэтому это идеальное время для ходатайства, чтобы они получили настоящее откровение, откуда приходит истинное искупление. В эти дни на праздник Рош-Хошана и Йом-Кипур возникают замечательные возможности пригласить наших знакомых евреев и их семьи на наше служение. Во-первых, они увидят, что есть надежда. Они могут точно знать, что искуплены от своих грехов. Еще одна очень практическая причина в традиционных синагогах люди должны внести взнос и купить билеты на этот самый выдающийся праздник. Именно в это время синагоги зарабатывают больше всего денег. Они знают, что много евреев придет именно на этот праздник. Поэтому они создают членские взносы, и вам придется заплатить. они продают билеты на большие праздники. Также они знают, что, вероятнее всего, вы не придете в любое другое время года. Они не поступают по-библейски в сфере деяний и десятин. Поэтому это основной способ зарабатывания денег. Большинство евреев не хотят платить, чтобы посетить синагогу. Поэтому, когда мы приглашаем на наши торжественные праздники, то не требуем никаких взносов и билетов. Все, что только срабатывает. Как мы соблюдаем Йом-Кипур? Мы проводим вечернее служение. Мы не грустны, потому что обычно такая атмосфера царит в традиционной синагоге. мы радуемся, потому что мы знаем, что были искуплены. мы проводим вечернее служение и утреннее служение. Мы постимся. Мы ходатайствуем. Мы молимся за наших погибающих близких. И в конце праздника Йом-Кипур, по традиции, вместе со всеми ужинаем после поста. Йом-Кипур также имеет будущее значение. Как во дни Моисея и Аарона. Последствии, во время существования храма, было время национального искупления. В конце тех дней, как сказал Захария, и возрыдают о том, которого пронзили, будет всенародное покаяние. И евреи осознают, что Ишуа — это Мессия. И мы отвергали Его все эти годы. Давайте продолжим. После праздника Йом-Кипур, очень трудный и торжественный день, пять дней спустя, радостное празднование Суккот, который, вероятнее всего, считают самым веселым праздником. 33-й стих. С 15-го дня того же 7-го месяца Праздник Кущей Семь дней Господу 39-й стих Празднуйте праздник Господень и веселитесь пред Господом. Нужно было брать определенные растения и размахивать ими перед Господом. Ветки пальмовые Особое растение семейства цитрусовых Ветви дерев широколиственных и верб речных Их нужно было возносить пред Господом. В знак радости Пальмовыми ветвями Обычно приветствовали царя в городе. Много аспектов отображает праздник Суккот. Мы затронули только самые важные из них. В Торе указана цель праздника Суккот. Вспомнить, как израильский народ жил в кущах. Слово Суккот означает временные жилища. Мы должны были жить в кущах в течение семи дней. Чтобы напомнить самим себе, как мы жили в кущах в пустыне. И помнить, что Бог вывел нас из Египта. Поэтому через время Вошло в традицию и по наши дни Строить временное укрытие какого-либо плана. В Израиле на крышах Или же во внутреннем дворе Или же с боковой стороны дома. Как во всем остальном, раввины создали традиции и законы. Например, вы должны видеть небо сквозь Суку. Раввины говорят, что мы должны начать строить Суку, как только завершится Йом-Кипур. Чтобы перейти от серьезности Йом-Кипура К радости и ликованию Суккота. Суккот — это также праздник жатвы. Потому что мы отмечаем его осенью. Поэтому в наши дни мы украшаем Суку. Развешиваем на ней фрукты, овощи. Они напоминают нам о жатве. Потому что Бог дал урожай, дал плоды. И помните, что Израиль как сельскохозяйственное общество, или, по крайней мере, так было в библейские дни. Важно признать Бога, который дает плоды. Во времена Ишуа и существования храма развилась традиция, когда в храме шла процессия, в течение семи дней праздника Суккот священники смешивали вино и воду и выливали на алтарь. Это иллюстрация как Бог дает воду, необходимую для плодов. И также это стало картиной излияния Духа на народы. В еврейских писаниях мы видим параллель между излиянием обычной воды и излиянием Духа Бога. Например, Иезекиил говорит о том, чтобы окропить нас чистой водой. Это картина излияния Божьего Духа. Эти события происходят на праздник Суккот. Последний день назван Великим Днем. На иврите это названо Хошана Раба. В процессе обходило алтарь семь раз, размахивая пальмовыми ветвями. Они очень радовались вместе с певцами и музыкантами в танцах радовались перед лицом Бога. И когда изливали воду, то цитировали отрывок из 12 главы Исаии. В радости будете почерпать воду из источников спасения. И если вы читали Евангелие, то, возможно, вы помните, что в Евангелии от Иоанна, 7 главе, 37 стихе, история о событиях того дня. Там сказано в последний великий день праздника. Мы знаем, что это был праздник Кущи, потому что во втором стихе сказано, что это было во времена праздника Кущи. Его братья пришли на праздник. И затем пришел Он. И затем, в последний же великий день праздника, стоял Иисус и возгласил. Почему Ишуа возгласил? Потому что много событий происходило вокруг. Мы знаем, что это празднование было очень громким. На алтарь выливали воду. Поэтому, вероятно, именно тогда, когда выливали воду, Ишуа использует эту возможность, чтобы возгласить и сказать, «Всякий жаждущий, иди ко Мне и пей, кто верит в Меня, у того из чрева потекут реки воды живой». И в 39-м стихе автор говорит, «Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Понимаете эту картину? Води выливают воду. Это мольба о дожде и Духе Божьем. Празднование благословения Бога. И Ишуа использует это событие, чтобы привлечь к Себе внимание и к живой воде, которая приходит от Духа Святого, который будет излит на них в будущем. В наши дни мы празднуем Суккот, строим Сукку. Обычно в первый день праздника мы всей общиной украшаем ее. У нас нет собственного здания, поэтому мы используем чей-то дом. Мы строим ее во внутреннем дворе. И затем дети украшают ее. поскольку мы живем во Флориде, где легче найти пальмовые ветви, мы украшаем ее пальмовыми ветвями. а затем празднуем. Радуемся перед Богом. На служении обычно мы раздаем пальмовые ветви, чтобы размахивать ими. в ортодоксальных общинах продают то, как это называется, лулав, который связывает с ветвями других растений. Также продают похожий на большой лимон, этрог. Они помахивают им на четыре стороны света, как заповедал Бог помахивать этим перед Господом. Суккот длится восемь дней. Люди празднуют его по-разному. Существует множество применений этого праздника. Например, тема жатвы, чтобы Бог дал урожай в наши дни. Шалаш — иллюстрация Божьего обеспечения. Излияние воды, излияние Божьего Духа в нашу жизнь. Также суккот имеет отношение к будущему. К тому, что будет в будущем. Мы видим в книге Захарии, 14 главе. В 16 стихе, где говорится о последних днях, из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника Кущи. Если вы помните, несколько дней назад, когда в первый вечер мы говорили о непреложном призвании, мы упоминали, что на суккот приносят жертву 70 тельцов. А раввины говорили, что число 70 олицетворяет народы. И суккот — это праздник не только Израиля, но жертвоприношения 70 тельцов означает «жертву от имени других народов». И этот отрывок здесь также указывает, что праздник Кущи — это праздник всех народов. Это картина последнего времени, когда они все соберутся вместе и будут праздновать этот праздник. Я верю, что во время Тысячелетнего Царства будут праздновать все праздники. Но в частности упоминается этот праздник, который дает больше вескости и понимание, что праздник Кущи — это праздник для народов. В современном Израиле во время праздника Кущи в Иерусалиме проходят торжества. Приезжают люди из разных стран и празднуют целую неделю с парадом. И они готовятся к этому времени, когда народы соберутся в Иерусалиме. Это праздник Суккот. Вкратце я хотел бы упомянуть о трех малых праздниках. Два праздника и один день поста. Два малых праздника — это Ханукка и Пурим. Помните, когда мы говорили о времени Маккавеев, когда был снова освящен храм после его осквернения греками. Главное действующее лицо этой истории — Иуда Маккавей. В соответствии с традицией они возвратились для освящения храма и очищения его от идолов. Кстати, в храме свинья была принесена в жертву. Поэтому, когда они возвратились, чтобы очистить храм и снова посвятить его, то масла было достаточно только на одну ночь. Произошло чудо Хануки. И масла хватило на восемь дней. Пока они привезли больше масла. Праздник Хануки создан по образу праздника Суккот. Раньше праздник Суккот был известен как праздник огней, потому что во время праздника Суккот ставили огромные миноры, освящавшие храмовую гору. Кстати, в Евангелии от Иоанна, в седьмой, восьмой и девятых главах, вы увидите намного больше тем праздника Суккот. В одной из этих глав Иешуа говорит, что Он свет миру. Фон тех событий – это свет храма. Во времена Маккавеев, когда осквернили храм, они не могли, как обычно, прийти и принести жертвоприношения и праздновать Суккот. Вероятно, когда они возвратились 25-го дня месяца Кислев, очистили храм и отметили праздник, как Суккот, даже если это не было подходящее время. Суккот отмечается восемь дней, так же, как и Ханука. Суккот был праздником света, а теперь Ханука названа праздником света. Этот праздник раньше не отмечали в синагоге, в основном по домам. Особая минора, которая называется Ханукьей, в которой присутствует девять ветвей, восемь обычных свечей, и девятая называется Шамаш. Шамаш означает «слуга». В первый вечер Хануки мы зажигаем шамаш и одну свечу. Во второй вечер мы зажигаем две свечи. Шамаш всегда зажигаем первым. А в последний вечер зажигаем все девять свечей с помощью шамаша. Вошло в традицию поменяться подарками. Возможно, потому что еврейские дети видели, что их друзья из христианских семей получают подарки. Так вошло в традицию обмениваться подарками и на Хануку. В ханукальной истории мы видим еще одну картину божественного искупления, потому что евреев должны были истребить. Но Иуда и его брат возглавили повстание, поразили греков и освободили еврейский народ. Это картина божественного искупления. Другой малый праздник это Пурим. Кстати, в Новом Завете есть упоминание о Хануке. В 10 главе Евангелия от Иоанна, когда Иешуа ходил в притворье Соломоновым и был праздник обновления. Кажется, это 22 стих. Да. Также о Хануке упоминается. пророчески в книге Даниила. У нас нет достаточно времени. Я просто назову главу. Восьмая глава. Если вы прочтете восьмую главу Даниила, в 14 стихе на 2300 вечеров и утр, и тогда свечилище очистится. Давайте изучим праздник Пурим. Празднование Пурим описано в книге Исфирь. Вы все знакомы с книгой Исфирь, когда Бог сохранил еврейский народ от злодея, который хотел их уничтожить. по имени Исфирь. У еврея Мордохея была племянница по имени Исфирь. Она стала царицей. Бог использовал ее, чтобы вмешаться в заговор против еврейского народа. Вы можете прочесть историю. Поэтому каждый год отмечает праздник Пурим за месяц до Пасхи. Пасху отмечают 15-го Нисана. А Пурим 15-го Адара, месяц, предшествующий Нисану. Это очень радостный праздник. Воспоминание того, как Бог сохранил и спас еврейский народ сверхъестественным образом. Читают книгу Исфирь. Обычно раздают трещотки. Каждый раз при упоминании имени Амана все шумят и балаганят. При упоминании имени Мордахея каждый радуется. Это просто веселый праздник. В некоторых общинах ставят постановку Пурим Шпиль. В сценке присутствуют злодей Аман, Мордахей и Исфирь. По традиции на Пурим раздают бедным подарки. Еще один праздник, которого нет в нашем конспекте и его нет в Библии, но это традиция. Симхат Тора Который отмечают на следующий день после завершения праздника Суккот. Симхат Тора значит радость Торы. Это время завершения годичного цикла чтения Торы. И свитки начинают читать заново, начиная с книги Библия. Это время, когда мы танцуем с Торой по всей синагоге. И иногда мы танцуем с Торой на улице. Каждый может нести Тору. Это очень радостный праздник. Номер три в нашем конспекте это пост. Тиша Беав. Девятый день месяца Ав. Обычно в июле или августе. Хотел бы кратко рассказать, что еврейский календарь основывается не на солнечном, а на лунном цикле. Двенадцать месяцев. И в каждом месяце тридцать дней. Календарь основывается на лунном цикле. Поэтому при новолунии начинается новый месяц. Пятнадцатый день месяца начинается Песох и Суккот. Пятнадцатый день каждого месяца новолуния. Поскольку в лунном календаре меньше дней, чем в солнечном, то через каждые несколько лет бывает дополнительный год. с дополнительным месяцем. Вот почему еврейские праздники приходятся в различные годы, на различные дни, если сравнивать с тем календарем, который используем мы. Поэтому иногда Песох приходится на март, а иногда на апрель. В зависимости от того, дополнительный это год или нет. Тиш-Ба-Ав это девятый месяц Ав. Это день печали. Потому что в этот день несколько трагедий произошло в еврейской истории. оба храма были разрушены в этот день. был издан декрет об изгнании евреев из Испании в этот день. в соответствии с раввинистической традицией. Соглядатые, которые обследовали землю обетованную и принесли плохие новости, что потом привело к сорока годам странствования по пустыне. В соответствии с традицией, это событие также произошло в день Тиша-Ба-Ав. Но основные события это разрушение двух храмов. Потому этот день, день поста. и ортодоксальные евреи идут в синагогу. Читают книгу «Плач Еремии». И Еремия рыдал о разрушении храма. Другое событие Йом Ха-Шоа День памяти жертв Холокоста. Йом Ха-Шоа Также Йом Ха-Ац-Маут День независимости Израиля. Хорошо. Я думаю, что мы изучили все, что будет в нашем экзамене. Поэтому вы просто должны были все записывать. И если вы все записали, то у вас не должно возникнуть проблем на экзамене. Хорошо. Продолжение следует...